Приветствую друзья! Вы смотрите очередную пятерочку, которую в этот раз я решил посвятить великой, не побоюсь этого слова, студии Raven Software. Эти ребята сделали примерно 10 отличных игр и несколько шедевров на все времена. А в каждом проекте от этих пацанов были свои собственные уникальные идеи, некоторые из них буквально переворачивали игровую индустрию. Вы наверняка удивитесь, но все игры в пятерочке сделаны одними и теми же людьми. Просто диву даешься, откуда у них столько креативности. А когда мне было лет 12, наверное, если я видел значок студии Raven на пиратском диске, это для меня было самым лучшим знаком качества. Так что поехали! Ребята из студии Ворона одними из первых начали делать крутейшие шутаны. Они заручились поддержкой папы Кармака, который уже тогда разглядел в них талант, взяли немного усовершенствованный движок от Дума и выпустили фэнтезийные шутеры Heretic и Hexen. Это 1994 и 1995 год, соответственно. Эти игры стали почти такими же легендарными, как сам Дум, потому что тогда шутерами особо не баловали, а тем более фэнтезийными, со всякими там фаерболами и прочими арбалетами. Я отлично помню, что на какую-то из этих игр, по-моему, все-таки на Heretic или, может быть, даже на его сиквел, ну, это вряд ли, в общем, был такой мод, который вставлял в игру массу пошлых картинок, голых персонажей, а монахи потом бегали за игроком и матерились на чистом русском языке. Вот это был экспириенс. Heretic во многом копировал Дум, только с фэнтезийным уклоном и потроху развивал жанр 3D-шутера. Допустим, здесь уже игрок мог крутить камеру во все стороны, а не только горизонтально, как это было в Думе. Вдобавок к различным типам пушек появились артефакты, которые давали во время боя разные полезные способности геймеру, ну, конечно же, на время. Игра была драйвовой, веселой, полна спецэффектов, всяческого магического оружия, в общем, воспринималась просто на ура. А через год появился и Hexen. Изначально он должен был быть аддоном или сиквелом Heretic, но как-то, само собой, вырос в отдельную игру. Он тоже не особо ничем не отличался, но продолжал развитие жанра. Например, вы могли наконец-то прыгать, приседать, игра стала еще более красочной, спецэффекты более впечатляющими. А еще именно здесь разработчики придумали эту дьявольскую фишку, в которой, внимание, вот кнопка, нажатая на одном уровне, могла открыть дверь на прошлом. И геймер бегал между уровнями, ища эту сраную дверь. Я, признаться, просто с ужасом вспоминаю все эти фишки из старых игр, и сейчас бы я ни за что не занялся таким бы садомазохизмом. Конечно, потом многие игры тоже использовали все эти приколы, там, разноцветные ключи для разноцветных дверей, скажем, в Duke Nukem 3D была похожая вещь, или, скажем, всякие там кнопки-переключатели, но, слава богу, сейчас 2014 год, и этого дерьма уже нет. Это же эволюция, понимаете? Позже компания выпустила по сиквелу в каждой игре, и вот, допустим, во втором Херетике даже появился вид от третьего лица, но о нем вы можете почитать сами, если пожелаете. В любом случае, время этих двух проектов полностью прошло, и спасибо им за развитие жанра шутер. Пятое место. Теперь немного отправимся в современные, чтобы потом опять вернуться в старые добрые времена. На четвертом месте X-Men Origins, Росомаха. Эта игра стала не первой, которую ребята из Ravens делали про людей Икс, но именно она стала самой крутой и узнаваемой. И плюс, она-то была сделана по кинолицензии, что еще раз подтвердило, если хотите хорошую игру по фильму, надо найти нормальных разработчиков и дать им денег. Про эту игру я говорил уже не раз, и в топе лучших игр по фильмам, да и вообще сложно найти современного геймера, который с ней не знаком. Но вкратце напомню, сюжет игры в основном повторяет события фильма, в ней обязательно есть Хью Джекман, а геймплей представляет собой очень мощный, драйвовый и кровавый слэшер. В общем-то, в игровом процессе и есть самая суть игры. Нарисовать Росомаху, да, и впилить его в игру может даже самая заунывная студия, а вот сделать качественный проект под силу только настоящим мастерам. В Альверине больше всего доставляет, конечно, боевая система. От огромного количества способов разорвать врага на части просто разбегаются глаза. Жестокость и расчлененка, безусловно, пошли игре на пользу. Но, тем более, мы-то знаем, какие Рейвен-мастера в этом деле. Ну, а если вы еще не знаете, то скоро вам все станет понятно. Росомаха на четвертом месте. Идем дальше. И на третьем месте у нас еще одна современная игра. Сингулярность. О ней я буквально только говорил в прошлом выпуске, про путешествия во времени. И с тех пор, в общем-то, ничего не изменилось. Сингулярити до сих пор остается одним из лучших шутеров начала десятых годов. И вообще, вспоминается эта игра с большой теплотой и любовью. Чувствуется, что в нее была вложена настоящая душа разработчиков. Если вы вдруг не играли в сингулярность, то вам срочно следует исправить это упущение. Обязательно не пожалейте. Сингулярность выполнена в классическом стиле Рейвен-софтвер. Это великолепный дизайн, плюс новаторские геймплейные фишки. Если с первым тут все более-менее понятно, это советская атмосфера, это забытый остров Каторга-12, интересный сюжет, то вот второе меня очень удивляет. Игра вышла в 2010 году, и все равно вороны смогли сделать что-то необычное, что-то свое, не как у всех. Вот просто поражает креативный дух этих ребят. Я говорю, конечно, о времени, и особенно о фишке со старением и омоложением предметов и персонажей. Каждый, кто видел это впервые, реагировал только типа «Вау, вот это круто!» И это действительно было круто. Символично, что именно Singularity стала последним прощальным проектом студии Рейвен-софтвер. Но кто знает, может ребята еще вернутся. Ну а теперь время выйти на сцену и самым великим играм от этой студии. И на втором месте у нас одна из лучших игр по Звездным Войнам. Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Как сейчас вспомню, я в то время, когда эта игра вышла, даже еще и не знал, что такое Звездные Войны, ни одного фильма не видел. Но прочитав обзор в игромане, я сразу же побежал на рынок, купил, как это тогда было, пиратскую болванку, установил, запустил и узнал, что такое Звездные Войны. Эта великая игра открыла для меня мир Star Wars, и за это я ей очень благодарен. Релиз Jedi Knight 2 был в 2002 году. То есть представьте, всего лишь через 4 года после второго Херетика. Конечно, в это время игры шли вперед семимильными шагами, но все-таки разница впечатляет. Просто дико впечатляет. Сейчас такого и не увидишь, у нас 5 лет ничего не меняется. Jedi Outcast это взрывная смесь из мощного шутера от первого лица и драйвового слэшера. Причем, опять же, тут хочется отметить качество обеих составляющих игры. Я могу представить, наверное, кайф настоящего фаната Звездных Войн, который взял в руки тот самый джедайский меч Кайла Катарна. Который вот впервые чувствовался по-настоящему, как самое грозное оружие в галактике, а не просто какая-то светящаяся паяльная лампа. Хочется отметить именно качество игрового процесса. От первого лица мы получили драйв, красоту перестрелок с использованием бластеров, которые отлично дополняли аутентичные звуки. Это разнообразие локаций и даже простенькие головоломки в духе там открыть дверь, использовать какой-то кран или там найти какой-нибудь мелкий уступ, чтобы пройти дальше. Ну а когда уже в руки, наконец, попадает джедайский меч, то тут начинается самое интересное. Такое уж точно не забудешь, особенно в битвах с плохими джедаями, где игрок выделывает сальто, двойные прыжки, а облики от мечей мелькают так быстро, что не всегда даже можно узнать их местоположение. В ходу было также использовали разных сил, можно было душить врагов, кидать их туда-сюда в пропасть и так далее. Ну а после же еще ребята выпустили продолжение под названием Jedi Academy, которое сделало любимую игру еще круче. Браво, Raven Software, браво! Второе место! Первое место и, по моему скромному мнению, все же лучшая игра от студии Raven, Солдаты Удачи 2000 года выпуска. Эту игру они сделали сразу после сиквелов Херетика и Хексона и это тоже был, по сути, прорыв в игровой индустрии. Теперь у нас был настоящий харизматичный главный герой, у нас были самые настоящие катсцены, у нас был крутой сюжет и неожиданные повороты в нем. Ну и, конечно же, самая главная фишка, самая, так сказать, особенность этой игры, ради которой буквально сотни тысяч десятилетних ребят играли в Солдаты Удачи снова и снова и снова. Это, конечно, расчлененка. Такого мы еще не видели тогда. Солдер оф Фортюн вышла-то в 2000 году, а уже тогда имела все признаки и фишки настоящего современного шутера. Знакомьтесь, Джон Маллинс, сотрудник антитеррористической организации The Shop, ну, то есть магазин, видимо, потому что у них база находится прямо в магазине. В те времена всяких там капитанов Прайсов еще никто и знать не знал, и именно Джон был главным воякой компьютерных игр. Кстати, вы заметили, как подозрительно Прайс похож на Джона Маллинса? Такая же панамка у Джона усы, у Прайса борода. Infinity Ward, что это за херня? Но, конечно, никакой Прайс не может тягаться с Джоном. Наш герой в одиночку выносит сотни самых опасных террористов, и он настолько крут, что просто открывает двери взглядом. Кроме героя, Солдаты Удачи могли похвастаться и остальными атрибутами крутой сюжетной игры. Интересное повествование про спасение мира от угрозы у полного уничтожения, сюжетный поворот, от которого вся картина меняется на 180 градусов, ну и в конце концов это настоящие катсцены. Все это уже было в Солдатах Удачи 2000 года. И геймплей представлял собой классический коридорный шутер, в котором враги были четко расставлены по местам и любили выскакивать там из дверей или выкатываться кувырком из-за угла. Ну а мы в свою очередь брали дробовик и начинали заниматься делом. И тут Raven придумали шикарную вещь – расчлененку. В зависимости от того, куда вы стреляете, и у врагов отпадали ноги, руки или даже голова, расчленение, естественно, зависело от типа оружия, которым вы владеете. Тот же дробовик заставлял врагов разлетаться в разные стороны. Кстати, вот в настройках игры была возможность для всяких плохих родителей отключить кровавость, чтобы их чадо не наслаждалось насилием. Особенно злобные предки так и делали, но мои как-то до этой игры не добрались. Хотя вот Кармагеддон у меня однажды удалили. Позже Raven Software выпустила и вторую часть Солдатов Удачи. Игра была в целом-то неплохой, мне нравилась там графика, расчлененка опять же была. Но в целом проект показался мне каким-то скучным. Третью часть под заголовком Payback и вообще делала какая-то трешовая студия Call Drone HQ. Игра была ужасная и запомнилась мне лишь уровнем в Донецке, где враги ругаются матом над чистым украинском. Так что Солдаты Удачи под номером 1 на первом месте. Спасибо Raven тебе за счастливое детство. Солдаты Удачи. Палец вверх парням из Ворона и до следующих видео. Пока!